Вот этот маркер, он не стирается от обычной воды, как бы раскрывается как веером, да. Можно еще брать зубочистку в пигменте, обмакивать и себе намечать точечки. Тут один нажим, тут другой, тут уже третий. Можно ли по мастер-классам реально стать лучшим мастером? Ну, я думаю, да, можно. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я все еще нахожусь на Бали, и я подстриглась, видите, я вернула себя прежнюю. И, наконец-то, я хожу без этих всех дулик, которые мешали мне работать и вообще жить нормально. Так вот, сегодня я хочу вам сказать, что вы опять не увидите меня в видео, я просто записываю для вас подводку, потому что в день, когда приехал наш амбассадор Зарина Хаитова, я заболела, и она проводила мастер-класс без меня. Видео, тем не менее, очень интересное, она ответила на все вопросы, которые ей задавали, и если у вас вдруг остались какие-то еще вопросы, пишите их, мы обязательно доснимем что-нибудь интересное. И более того, так как я здесь надолго, я планирую и здесь записывать для вас видеоуроки, и вообще, в принципе, видео все возобновлять. Ну и, как обычно, подпишитесь на канал, поставьте уведомления, чтобы вы видели все мои видео, потому что в формате новостей мои видео будут выходить, и надо смотреть их прям вот сразу с пылу, с жару. Всем пока! Примерно ориентир для апексов. То есть, видишь, я вот эту чуть-чуть срежу, потому что она тут, в принципе, рост этот не нужен, он как бы форму прогибает. И пониже, по нижней границе. Ловлю симметрию. Так, смотрим на меня. Нахожу центр примерно уже, опять же, на глаз. Начало головки. Конец. Хвостик, да, как определяю, слегка касаюсь ноздри, и по внешнему уголочку. Ну, где-то вот здесь вот будет примерно. Апекс тоже между зрачком. Смотрим на меня. И ноздрю где-то так. Ну, в принципе, у модели и так хорошо видно, да, свои апексы тоже. Здесь форма красивая уже, своя тоже. Паста бровная, так она и называется, броу-паста, да. Верхняя граница, нижняя. И потом как-то карандашом проводишь, чтобы форма была более... Карандашом, да, еще, потому что, видишь, у модели растут бровки сюда, да, 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 да. Более, скажем так, то есть туда просто сложно будет. Ниточкой добраться я потом карандашом еще чуть-чуть поярче сделаю эскиз. Мы эту бровь возьмем за ориентир и приподнимем эту, потому что здесь взгляд такой более открытый получается, и поэтому будем на нее ориентироваться уже. Здесь нарисую сразу же наискосок линии головки наискосок. Обычно я закрашиваю, делаю не прямые, а именно наискосок. И уже беру обычный белый карандаш. Чуть-чуть прошу приподнять набор отлечка. И довожу свою линию. Цвет бровей у вас будет слегка с коричневинкой, приближен к натуральному цвету волос. Какой-то такой кардинальной яркости вы все равно не увидите, потому что слишком яркий оттенок я вам брать не буду. Сейчас вам самое главное посмотреть форму. А по цвету... Нет, почти все свое остается. Сейчас же модные закругленные, как у вас. Закругленные какие-то закругленные. Ну вот у вас они более... Они такие более пологие наоборот. Да-да-да, пологие. Я выразилась так, а у меня более углы выразились. Да я бы не сказала, что в принципе... Ну чуть-чуть, может быть, капельку. А вообще вот приходят клиенты, кардинально меняется? Нет. Как бы такой... Велосипед не изобретаем, да, то есть смотрим именно... Нет, ну сейчас есть модные формы, есть как бы то, что... Ну если есть такой запрос, например, да, вот эти хвостики сейчас лихие брови, да, вот называют, их приподнимают вот так, туда уводят, то я клиент предупреждаю, что, естественно, свои придется постоянно подщипывать, да, хвостики, естественно, останутся прокрашенными. И это не очень красиво будет, потому что у вас свой рост здесь. А хвосты будут нарисованы там. Мне вообще интересно, насколько это людям идет, ну, от того, как это проверять. Честно говоря, вот, ну, как бы у меня не было такого, чтобы резко, прям вот так кардинально менять форму. В принципе, у меня даже работы такие, они как бы натуральные, да, то есть как бы человек видит и идет на это. Ну, визуально все равно кажется, что меняется человек, потому что брови у нас все более ярко. Конечно, форма бровей же более заполненная, вот эти пробельчики все заполняются. Такая более аккуратная, ухоженная сразу. Да, да, да. И вот тоже асимметрия справляется, вот, тоже все равно меняется визуально человек. То есть, получается, обычно, несмотря на то, что это белые карандашки, инду понятно, в принципе, какая будет форма, да? Да, потому что все равно же границы видны, и тем более, видишь, мы тут сильно не меняли форму. Но, в принципе, человеку должно быть привычно, то, что он обычно видит. А бывает такое, что прислали фотографии или показывают, что хочу вот такие? Ну, чаще всего по цвету, по плотности. Они по форме тоже иногда бывают. Но обычно всегда говорю, что нужно вживую посмотреть, потому что иначе придется просто, ну, как бы предупреждаю человека о том, что будет нарисованная бровь, а ваши волосы будут здесь расти. Ну, то есть, как бы это уже сейчас некрасиво. А луковицы никак не страдают? Нет, абсолютно, потому что работа идет в поверхностных слоях дерма, а луковички растут намного глубже. Тогда раньше брови на большую глубину гораздо делали, потому что были татуировочные вот эти вот пигменты. И они именно делались как татуировки, не как перманентный макияж, а именно прям как татуировки. Они еще, как правило, становятся какими-то синими, фиолетовыми, потому что это сейчас есть хорошие пигменты и совсем техники другие. И тогда вполне это могло быть. Ну, все, в принципе, можно показать эскиз клиенту. Смотрим. И если есть какие-то пожелания, то говорим сейчас. По форме, значит, в принципе, будет прокрас у вас. Ничего не меняется, как видите, да? Чуть-чуть вот здесь сверху нарастим, потому что вот эта часть идет у вас чуть-чуть повыше, да. Естественно, я сделаю коррекцию. То есть, а по ширине они одинаковые? Так, потому что визуально не могу определить. По ширине они одинаковые, потому что, смотрите, вот эта часть делает бровь как будто бы она шире, из-за того, что вот эту мы не убрали. Когда вот это все почистится, визуально уже, да, будет ровненько. Короче, тогда получится как раз глаз откроется. Да, он чуть-чуть, прям слегонечко так. Так, а вот с этим? То есть, оно прямо до куда-то? Вот здесь, вот, да. Все по-вашей. У вас хорошая, очень хорошая форма от и до. Да, только. Поэтому все вписывается. Так, хорошо, что надо. Чем ты фиксируешь эскиз? Дополнительно я еще фиксирую вот таким маркером. Почему ты выбирала именно маркер? Он легко стирается в тот момент, когда я... Мне это нужно, да? Да, да, да. Потому что, в принципе, мне нужен только первый проход. Мой самый важный первый проход. Я стараюсь максимально хорошо тоже закрепить форму. А пилот, он слишком долго, да, остается? Он долго, да. Сложно потом в конце стирается. Вот этот маркер, он не стирается от обычной воды. Если зеленым мылом стираешь, он не стирается. Если нужно его убрать, то уже вазелинчиком потереть, то легко, быстренько все уходит. И ты не боишься потерять эскиз, он так легко стирается? Уже сейчас нет, не боюсь. Но если бы, например, я была начинающим мастером, то все-таки я использовала бы ручку пилот. Да, да, да. Что касается цвета, в принципе, мы уже обсудили. Я возьму русый и теплый каштан. Теплый каштан, потому что кожа достаточно такая жирная, плотненькая. Да, чтобы у нас зажили бровки такие более в коричневом цвете, да. Точнее, теплыми. Потому что, в принципе, здесь сильно теплый тоже не нужен. Что-то такое нейтральное нужно. И, опять же, на первой процедуре я не стараюсь закрасить все прям полностью сразу, да. Какую ты машинку используешь для того, чтобы... Машинка точно так же, как Xeon Spectre S, как и на губах. Картридж квадро 0,25. 0,25, да. Почему ты используешь именно 0,25, а не 0,30, допустим, то же самое, как на губах? Пиксель становится таким... Опять же, зависит от машинки. Моя машинка ставит такие более крупные пиксели. Поэтому на бровях мне крупные пиксели не нужны. Скажем так, для легкого воздушного прокраса я все-таки уменьшаю. Чтобы такие прям были аккуратные, легкие, напыление тоненькое, да, точечки маленькие были. Сколько по времени у тебя занимает обычно процедура именно вот бровей? Бровей, ну, максимум 2 часа, где-то 1 час 40. Да-да-да, в среднем 1 час 40. Очень редко, когда там до 2 часов. А сколько проходов ты делаешь? Проходов делаю много. Может быть, и 5, и 6. И ты работаешь с одной стороны, да? Ты не ездишь вокруг... Просто, скажем так, поворачиваешь голову клиента, да, для удобства? Да, я не стесняюсь. Поворачиваю, прошу повернуться. Также проверяю вылет иголочки. И начинаешь ты с дальней брови, да? Да, с левой получается. Скорость я увеличиваю примерно до... То есть на бровях у тебя где-то... Побольше, да. 5,1, можно 5,2 даже, если кожа поплотнее, да. Ну, в принципе, пока сейчас 5,1 оставим. И максимально, насколько возможно, на меня поворачиваемся. Как ты ставишь руки? Руки. Смотри, выреженная надбровная дуга, да? То есть здесь косточка будет более плотно. Поэтому где помягче? Сюда на лоб немножечко вытягивай. То есть он, наоборот, убирает жидкость? С косточки, да, убираю. Мизинчик опять же рядом с зоной работы. На бровях, в принципе, у меня движение в основном на себя. Ну, может быть, иногда полумаятник. Полумаятником это как? Ну, то есть я как бы вернулась, да, смотри, вот я как бы работаю, и мне слегка, может быть, чуть-чуть проскальзывать движение маятниковое. Да, 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 да. И сразу же начинаю движение на вылет, немного выходя чуть-чуть из формы. Потому что, в принципе, у модели свои брови широкие, да. Нам здесь какая-то чрезмерная ширина, она не нужна. А как ты добиваешься того, чтобы были такие воздушные края? Вот как раз-таки выходом за контур, да. Я выхожу за контур, да. Но при заживлении, получается, все равно становится меньше, да? Да. И как раз до той формы, которую ты показываешь клиенту, да? Да, это как раз получается так. Людей не пугает, то, что они чуть шире становятся, чем... Я обычно всегда предупреждаю тоже перед началом процедуры, что брови сразу после процедуры чуть шире. Но это все временно до того момента, пока они заживают. И можно себя проверить. Да, то есть, как бы, верно ли у меня нажим остается, там не остается диском влажным. Смотрю, что совсем прям чуть-чуть. Можно еще немножечко поплотнее уложить. И тут у тебя же стрихи, они такие более размашистые, да? Да, более размашистые, длинные. Где-то примерно сколько? Да, примерно, мне кажется, сантиметр почти. Да, где-то так, мне кажется, тоже. И движения такие, я бы даже сказала, на бровях все-таки хаотичные. То есть, я могу и так работать, и потом раз уже с сеточкой. То есть, ты не приносила конкретно какому-то проблению? Нет, блоками, вот, да, чтобы прям четко блоками пройтись. Нет, такого не делаю. Главное просто плотненько, да? Да, плотненько, равномерненько заполнить. То есть, как бы уже так приноровилась. Когда только начинаешь, лучше придерживаться? Когда начинала, лучше блоками, да. Чтобы тебе понять и следить, что все ли у тебя в порядке со штрихом. Когда ты приближаешься к головке, ты, допустим, там нажим, может, сильнее делаешь? Или именно уплотняешь просто по... Нажим чуть-чуть, да, там более уверенно я работаю. Да, в хвостиках так слегка, прям чуть-чуть. В головках кожа плотнее, поэтому чуть-чуть нажим можно увеличить. Ближе к головке по ощущениям клиенту может быть более чувствительной, естественной. По нижней части я сразу же прохожусь, стараюсь плотнее прокрасить. Чтобы закрепить форму? Форму, да, самое главное нижнюю линию. Смотри, значит, вот, да, подхожу к головке. Здесь уже движение так вот, на себя. И солнышком, лучики такие. Солнышком? Ну, лучики. Точнее, солнышком. Лучики вот так, да, то есть как бы расходятся. Наискосочки, да, немножечко? Да, чуть-чуть слегка. Как бы раскрывается, как веером, да? Вот отсюда ровно-ровно, и потом все пошло уже наискосок. И еще раз по нижней. То есть ты стараешься, несколько раз проходишься по низу, да? Да. Чтобы прям получше закрепить форму. А поверх не потеряешь, не боишься потерять? Поверху нет, не боюсь. Самое главное для меня нижняя граница. Просто так как я сама новичок, у меня получается, что... Не получается у меня таких воздушных верхних границ, так как я боюсь потерять форму. А, и уплотняешь, да? Ну, и понятное дело, да, что я просто однородно прохожусь по все брови. То есть у меня нет такого, что я могу как-то дымку сделать под конец. Ну, это со временем. Просто сейчас все-таки боюсь потерять эскиз, что форма будет совсем изменена. Это анестезия. Простите, заговорилась, не успела вам сказать. Наношу сейчас на брови анестезию, она может немножечко пощипать, так должно быть. Краску не стираю. А вот почему ты не стираешь краску? Ты оставляешь ее? Ну, я считаю, что так лучше проявится пигмент, немножечко полежит. И плюс еще лишнее протирание, исключая, чтобы лишний раз кожу не травмировать, чтобы не краснила она. Правую бровь я начинаю прокрашивать с головки. То есть ты с головки начинаешь и к кончику, вот так? К хвосту, да. К хвосту. Не боишься заглубиться в хвосте, если учитывая то, что обычно... Ну, нет, я же уже примерно поняла свой нажим. Новичкам лучше, наверное, начинать только с хвоста, мне кажется, да? Лучше с хвоста и каждый раз проверять все свои движения, проверять обязательно. Чтобы не заглубиться. По поводу головки бровей, какой бы ты совет дала начинающим? По поводу головки бровей? Да. Ну, допустим, они получаются или разные, или не готовятся, что нажимы получаются. Ну, плохо остаток идет на начале бровей. Получается обязательно использовать ручку пилот. И если ты видишь, например, стираешь эскиз, да, ты видишь, что все, там ручка почти закончилась. Если в следующий раз ты еще сотрешь, то все окончательно уберешь, да? Тогда можно еще брать зубочистку в пигменте, обмакивать и себе намечать точечки дополнительно, чтобы потом, когда ты вернешься, опять по ним пройтись. И вот, видишь, ты прямо за границу вылетаешь. Немножечко прям, да, да, да. Здесь брови широкие, поэтому нам слишком много не нужно. То есть у первого прохода задача в основном такая, что ты повреждаешь кожу, чтобы нанести анестезию, да? Нанести анестезию и чтобы остаток закрепить, да, эскиз. Такой легкой дымкой ты закрепляешь эскиз, да? И на бровях мне больше нравятся такие движения именно на вылет, да, то есть наискосок. Они такие пушистенькие, да, получаются? Да и глаз сама по себе 0,25, довольно-таки тонкая, да? Ну, она все равно, да, как бы заметно, что пиксель такой более аккуратный. Ну, мне кажется, поэтому с ней приходится проходить еще много раз. Ну, да, может быть. И плюс я же плотно не закрашиваю изначально, то есть как бы у меня нет цели закрасить опять же плотно. Все, стираю вазелином и раствором. От себя, да, ты это делаешь? Ну, это, знаешь, на самом деле не сильно-то прям принципиально, как ты делаешь от себя, на себя. Ну, маркер даже не стерся. Да, видишь, маркер достаточно хорошо остается. Кстати, здесь, может быть, будет не очень много проходов, потому что, во-первых, нам не нужно сделать прям яркие-яркие брови, потому что цвет, видишь, такой русый у клиента, да? Второй проход у меня, в принципе, идентичный первому. Он, в принципе, такой же и по нажиму, да, и по насыщенности идет. Да, да, да. Нажим, да, мне нравится, в принципе, я уже поняла, какой. Ты просто уплотняешь то, что уже сделала вот этого. Да. Столько брызг на лице, это из-за волосиков? Из-за волос. Густой хороший рост и плюс штрих размашистый. Ты как-то защищаешь кожу клиента от брызг? Нет, просто потом вытираю и все. Ты штрихуешь под разными углами? Да, нет такого, что прям блоки-блоки. А почему? Ну, опять же, со временем приноровилась так работать, потому что именно из-за этого, мне кажется, прокрас более воздушный у меня получается. А у тебя есть какая-то логика? То есть ты... Логика, да, примерно, конечно. Все равно придерживаюсь, что по нижней линии все-таки движение идет параллельное чаще всего. При выходе к верхней границе уже косые штрижки. Такое, более раскрывающиеся. Я вижу, что ты так размашисто проходишь по всей брови. То есть ты не работаешь как принтер. Ну, как размашисто по всей брови? А, в смысле принтер имеете в виду плотный? Ну, принтер, он выдает печать на бумаге. Начиная сначала от текста, окончая, заканчивая окончанием. То есть там нет такого, что принтер вернулся и допечатал что-то. Ну, понятно. Ну, просто смотрите, я же прошла от хвоста до головки. В принципе, в тех движениях, которые я уже для себя наметила. И просто не стирая, обратно возвращаюсь косым штрафом. Стараешься машинку держать вертикально, да? Да, под углом прям 90 градусов. Это важно. Я видел, многие работают под углом, когда держат. Ты пробовала так работать? Ну, это же пигмент можно засадить, получается. Пигмент это больше подается. Точнее, иголка легче проникает в кожу. И есть вероятность, что можно сделать некрасивый прокрас. Ну, может быть, иногда чуть-чуть под углом. Если, например, кожа очень плотная, сложно вносить под углом 90 градусов. Ну, тогда да, немножечко допустимо. У меня есть ультразвуковая, не ультразвуковая, а обычная щетка с контролем нажима. Ну, такая электрическая. Зубная. И она подает сигнал, когда ты нажимаешь слишком сильно. Вот машинки бы нам такие сделали. Прикинь, идея. Гену было бы просто. Ну, сила нажатия же, она может быть разной для разной кожи. Но все равно же ты... Ну, тут еще участки, на самом деле, да. Тут, наверное, сложнее. Она будет каждый раз пищать. Например, тут один нажим, тут другой, тут уже третий. И ты же не будешь ее постоянно регулировать. Почему ты не используешь беспроводные машинки? Беспроводные? Ну, планирую критикал купить. Не беспроводную машинку, а критикал, просто блок беспроводной. И использовать. А на батарейках машинку, нет? На батарейках? Ну, то, что мне нравится. Шеен, например, там, Солтера, по-моему, называется. У нее ценник достаточно только высокий. А китайские беспроводные, типа Драган Хаук, да? А как ты поступаешь, когда выключают свет в студии? Ну, у меня, конечно, такого не было. Но в планах приобрести, как это называется-то, аккумулятор, что ли, или что-то. Ну, в общем, то, что даст мне напряжение. Мы в студии использовали под каждым столом источник бесперебойного питания для компьютера мощного. Да, точно, источник, да. Это позволяло закончить процедуру. Без, да? Да, и питалась от нее лампой машинка. А по свету ты лампу не используешь какую? Вот такой же кольцевую. Кольцевую. Да, 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 480, по-моему, как-то она там называется. То есть я вот сейчас протерла и вижу, что есть кое-где пробельчики. Я сейчас их все-таки пройду, а потом уже перейду на вторую бровь. Ну, когда кожа жирная, тут, конечно, не получится прям такие, вот знаете, как сейчас модные на инстаграме, саболины и пушистые брови, да, потому что кожа сама по себе немножечко размывает пиксель. Ты двигаешь быстро? На какой скорости ты работаешь? 5,1. Она стандартная, видимо, для всех. 5,1. Ну, в среднем, наверное, да. Ну, плюс еще нужно, конечно, отработать на латексе и посмотреть, в принципе, на свой пиксель. Да, то есть если как бы тебе подходит этот вольтаж, то работаешь. Если нет, либо прибавляешь, либо убавляешь. А лазер есть в студии у тебя? Приобрела недавно, но еще не работала. Сколько ты занимаешься перманентным макияжем в итоге? Так, ну, почти 3 года. Зимой вот будет 3 года. Как работала с заглублениями до этого? Не брала. Нет, ну, ты все... А мои, которые приходят, если с заглублениями, корректором подчищала немножечко. Но чаще всего клиенты, наоборот, хотят, чтобы поярче. То есть у меня не было такого, что я заглубилась, и там синяя. Такого не было. Просто более плотно лежит пигмент, и он чуть холоднее, чем мне хотелось бы. А клиенты, наоборот, это видят, как что все, хочу вот так же, чуть ли не всю бровь плотно и графично. Особенно почему-то возрастные клиенты любят брови поярче. Сколько проходов ты делаешь в итоге? Ну, в итоге могут и 5, и 6 проходов быть. То есть проходов достаточно много. С двух проходов не получится, да, уложить все? Ну, у меня не получается сделать, например, пушистые брови с двух проходов. Плюс я работаю разбавленным пигментом. А сколько капель разбавителя я упустил, ты добавляешь? В среднем где-то на 5-6 капель. Одну каплю разбавителя. Если кожа возрастная, то можно даже и больше разбавить. Мешаешь пигменты друг с другом? Мешаю, миксую всегда почти. Можешь объяснить, почему? Ну, во-первых, слишком, например, теплый вот каштан, да, если положить, он, я его положу, он будет слишком теплый. Если я возьму холодный каштан, мне не нравится, потому что он по заживлению слишком холодный. И когда я делаю, скажем так, микс, да, миксую, то, в принципе, нейтральное что-то получается. Ты корректоры добавляешь или пигменты другие? Пигменты, пигментами. То есть корректоры я добавляю очень редко, опять же, если возрастная кожа. На возрастной коже я побольше теплю. Все, эта бровька почти готова. Чуть-чуть сейчас. А хвостики волос выходят за границу перманентного макияжа, ты так и оставишь? Нет, я это потом все уберу, почищу. А почему ты в рамках хвостиков текущих не работаешь? Ну, сделала бровь короче. Почему короче? Ну, слишком она длинная, туда уходит уже прям. Мне, в принципе, этого не нужно. И хвостик вот здесь чуть-чуть, потом я уплотню. То есть как бы есть, а оно чуть-чуть. То есть сюда я нанесла повторную анестезию. А почему тут так много черного ты не стирала сразу? А на этой брови? Первый проход, когда я делаю, я, получается, не убираю пигмент, чтобы лишний раз кожу не травмировать, не протирать. В смысле, да, как бы все равно мне это придется потом убирать. И наносишь анестезию, да? Сверху, да, поверх наношу анестезию. Ну и плюс как бы в теории предполагается, что вроде бы как, когда пигмент полежит, он получше проявится. Насколько это работает, аппликация? Здесь, наверное, знаете, как в плане самовнушения. Ну, по крайней мере, мне кажется, у меня работает. То есть вот он мой первый проход, легенький такой прям. Мне этого достаточно. Я форму вижу, плюс точки есть. На бровях ты работаешь без первичной анестезии? Без, да. Но я вообще с первичкой работаю только на глазах, и то в редких случаях. Какую анестезию вторичную используешь? Корона Колорс. Корона Колорс – это кто? Это фирма такая. У них есть еще ремувер. Это русская фирма? Честно говоря, даже не заморачивалась, не узнавала. Да, у меня вопрос. Чем тебе не устраивает классический коктейль для обезболивания адреналин? Мне не всегда удобно пользоваться им, потому что срок годности у него ограниченный. Мне этого коктейля хватит в среднем где-то на 10-15 процедур. То есть как бы за два дня я его точно не израсходую. Поэтому. 1 ноября мы выпускаем собственную анестезию, которую мы делали в течение года. И мы обязательно тебе пришлем попробовать. Давайте, обязательно попробуем. А какие требования к анестезии ты предъявляешь? Что для тебя особо важно? Самое важное, наверное, опыт предыдущих коллег. То есть это я не просто из головы взяла, то, что увидела на сайте, ну дай попробую, закажу. То есть опираюсь на опыт. Это понятно, какими критериями ты руководствуешься, что важно. Срок годности, тягучесть или прозрачность, цвет. Ну главное, чтобы она, да, немножечко все-таки такой была, скажем так, может быть густоватой. Она, в принципе, лежит хорошо. Ну хотя я же коктейлем пользовалась. То есть как бы он жидкий и, в принципе, он не доставлял каких-то особых неудобств. Так сложно, наверное, сразу сказать, что прям вот. Самое главное, чтобы работала, выбеливала все-таки зону перманента. И в то же время не сильно. Как бы есть анестезии, по-моему, которые сильно выбеливают кожу и некрасиво. Потом уже для фото тоже. Здесь прыщик небольшой, я по нему с ним не буду работать. Точнее, я его даже обойду сейчас. Как почувствовать, что ты дала правильную насыщенность, не стирая? Только с опытом приходит? Или есть какие-то... Ну, скорее всего, это больше, конечно, с опытом. Потому что изначально, когда я работала, конечно, поработала чуть-чуть. Проверяешь, поработала, блок стираешь, проверяешь, смотришь. И потом уже просто запоминаешь движение своей руки, нажим именно к этой коже. Какая кожа у модели сложная, простая? Кожа жирная. В принципе, ложится нормально. Бывают сложные и жирные, когда ты работаешь, а все сочится. Здесь, в принципе, она жирная, но достаточно сухая. Да, у меня вопрос. А можно ли изменить тип кожи? Например, вот у меня жирная кожа, чтобы она у меня стала нормальной. Ты не знаешь? Не могу сказать. Меня саму такую проблему мучает. Типа там, может быть, лосьоны, примочки, еще что-то. То есть, если у тебя жирная кожа, смирись, да? Все уже, да, смирись. Но ты можешь как-то, скорее всего, возможно, если есть какие-то процедуры. Но, честно говоря, вот так сразу сказать я затрудняюсь. А на какой коже работает проще всего? Наверное, она нормальная? Ну, нормальная, конечно. Там и пиксель ложится очень красиво. Он сразу так проявляется. А с сухой какие проблемы? С сухой. С ней очень аккуратно нужно работать. Она такая, как промокашка в себя все впитывает. И получается, что очень легко заглубиться, да, некрасиво в цвет положить. То есть, по сути, жирная все-таки попроще. Ну, относительно. Вот она у вас, в принципе, хорошая такая. Она вот не сочится, хорошо принимает пигмент. А есть жирная, она такая рыхлая. И как бы ты на нее чуть-чуть, да, надавил. Кажется, вроде бы она толстая и должен был пигмент хорошо лечь. А на самом деле ты уже провалился туда и что-то там течет. Пигмент некрасиво лег. Какие нюансы по уходу есть в зависимости от разной типа кожи? Или все одинаковые? Ну, немножечко там. Если это жирная кожа, то изначально, да, как бы всем одинаково советую, независимо от кожи, в первый день после процедуры, каждые два часа промывать мылом, параллельно обрабатывать хлоргексидином. На следующий день обработка только хлоргексидином. И не мочим, пока корочки не сойдут. А если кожа сухая, то еще обычно даю крем, который увлажняет. Какой крем? Я привезла, покажу, у меня есть. Ну, она одноразовая, не то чтобы одноразовая, а дозированная там. А у тебя есть информированные согласия, которые ты делаешь к крему? Они, ты сама их печатала? Информированные согласия, памятки по уходу? А, памятки по уходу нет. Памятки по уходу я в электронном виде отправляю. А где ты берешь памятки? Ну, я сама просто оформила его и готовый шаблон отправляю. Это текст или графический файл, что фотография? Просто текст. У нас есть в NE Digital Pack для мастеров заготовленные памятки, которые можно просто в виде картинки отправить клиенту. Хорошо. Это удобно, там красиво все, аккуратно, все учтено. Кстати, скачать NE Digital Pack можно бесплатно по ссылке в описании к этому видео. Мы сейчас работаем над тем, чтобы над сервисом, который позволит клиенту нашего магазина при заказе, заказать дополнительно памятки с его данными, с его номером телефона, с QR-кодом, ведущим на его страницу в Инстаграм, с названием его студии, адресом и так далее. Для того, чтобы он передавая эту памятку, он может ее распечатать или мы можем распечатать за него и вкладывать в заказ. Удобно? Да, это удобный сервис. А у тебя бывают проблемы с клиентами, которые говорят, вы мне не говорили об этом? Нет, потому что обычно после процедуры я максимально, скажем так, консультирую. То есть если человек у меня первый раз, я стараюсь провести консультацию, уделить внимание, узнать, какие у него там вопросы, боли, потребности. И потом уже приступаю к работе, плюс еще, конечно, дополнительно даю информированное согласие. В сети наших студий у нас ввелась аудиозапись всех процедур. И она сохранялась в архивах. И в случае, если клиент говорил, мне об этом не говорили, то поднимается архив и смотрится, говорили клиент об этом или нет. И отправляет клиент. Более того, мы пошли дальше и мы делали опросник такой для клиента. То есть мастер обязан был после процедуры или перед процедурой, в зависимости от вопроса, задать клиенту определенные вопросы, сказать, вы вот смотрите вот здесь и здесь, как вы думаете, что будет? Вот то-то, то-то. И клиент отвечает. Ну, как маленький такой инструктаж проходит. Это позволяет, как правило, избежать недопонимания, которое может возникнуть. Как ты контролируешь симметрию в процессе? Я смотрю, что ты не сажаешь клиента. Я посажу. Когда вот я закончу эту бровь, я с этой проверю. А так у меня остаются точки. И плюс видно же уже все равно, где лежит пигмент. На второй брови точек нет уже, да? Ну, уже нету, да. Поэтому сейчас я, когда завершу эту бровь, я попрошу присесть и потом уже проверю симметрию. Как ты думаешь, клиенты, насколько клиенты придирчивые видят симметрию или асимметрию? Вот твои. Как часто у тебя бывают претензии, что я приехала домой, а у меня брови разные? Ну, вот честно, у меня такого как бы никогда не было. Ну, единственный случай у меня был, правда, но там абсолютно не мое. Как бы она пошла и сделала ботекс. И как бы мне сделала фото из-под лоба, так смотрит как-то криво, да, и присылает, что вот у меня кривые брови. Причем я поначалу, когда только начала работать, взялась за этого клиента. У нее, причем был старый татуаж. И я считаю, что на тот момент я очень хорошо ей вывела форму, и она как бы мне кидает претензию. В общем-то, я с ней договорилась о встрече. После того, как полностью все заживет, когда успокоятся все ее там манипуляции с ботексом, и все, она пришла ко мне уже абсолютно нормально все было. Сколько капель пигмента уходит у тебя на процедуру? Ну, у меня много уходит. Прям капель, наверное, 20. Особенно, если, опять же, зависит от роста, от размера брови, да, толщины. Ну, в среднем, если вот на такие брови, то капель 20 точно уйдет. Мы вводили нормативы, 6 капель на процедуру. Как ты думаешь, ты бы справилась? Ее бы нет. Это правило относилось даже к тем, кто приходил вновь работать? Нет, нет, к новичкам нет, конечно. Но мы регламентировали, да, может быть, я совру сейчас, но там какое-то количество капель мы ограничивали. Не знаю, по-моему, 6 это вообще. Что у тебя работает, ну, представь, тебе работает. Ну, может быть, я еще работаю, у меня как бы много пигмента уходит вот именно, то есть я его протираю, да, на это. Может быть, как-то себя контролирует, но я в этом себя не контролирую. Мне важен результат. У тебя работает 13 мастеров в студии? Например, только в твоей? И ты вынужден как-то регламентировать количество расходников. В итоге мы сделали, что у каждого свой ящичек. Они там эти ящички каким-то образом на замочке закрывают. Как ты думаешь, вот такого результата, который ты добиваешься, в течение какого времени минимального, можно сделать это за 20 минут? Вот брови нарисовать, так закрасить? Я думаю, нет. Соткрыть? Час, наверное, можно, если уж прям так оптимизироваться. Точнее, собраться и час, наверное, да, можно. Именно прокрасить, наверное. Да, час где-то. Но хотя, опять же, зависит от техники. Смотря в какой технике работает мастер. Смотря, опять же, пигментами. То есть я пигмент же разбавляю, но у меня более такой разбавленный получается. Мне его приходится чуть плотнее укладывать из-за этого. А зачем ты разбавляешь, почему чистым не работаешь? Ну, опять же, страх того, что могу заглубиться, цвет некрасивый получить на выходе. У тебя флэшбэк и вьетнамский синдром с обучения. У меня? Да, да. Ну, условно. Ну, у меня не было такого обучения. В плане, это я просто уже Лене тогда, я когда, помню, начинала, я писала в личку. И узнавала, спрашивала ее. То есть как бы я изначально работаю на ваших пигментах. Я отучилась на других, но я на них так и не поработала. То есть как бы не внушила у меня. Как тебе обучение, которое ты прошла? Ну, в целом, так, нормально. 50 на 50, скажем так. Просто были моменты, на которые я, например, просто из-за силы того, что у меня не было опыта, я не могла акцентировать внимание. Хотя, когда я пересматриваю, там иногда бывает видео, смотрю, да, человек мне про это говорил, но я сквозь ушей просто это пропустила. Как ты думаешь, можно ли по мастер-классам реально стать лучшим мастером? Ну, не в лучшем, а в лучшем, в лучшей версии себя, да. Ну, я думаю, да, можно, потому что все равно же какие-то моменты, вот точно так же, не обязательно прям кататься по мастер-классам, да, постоянно. Можно какие-то моменты услышать для себя, да, вот, например, ты работаешь, работаешь, и на чем-то у тебя затык, ты не понимаешь в чем, почему. И, в принципе, просмотреть, скажем так, бюджетный вопрос. У меня вопрос ко всем, вернее, просьба ко всем, кто смотрит это видео, пожалуйста, напишите в комментариях, в чем у вас затык, то есть где ваша сложность, на чем вы спотыкаетесь, где ваша слабость. Это действительно очень интересно, скорее всего, это типовые ошибки, и, исправив которые, вы сильно будете удивлены качеством своих работ в хорошем смысле. Дай, пожалуйста, три совета, которые ты бы дала человеку, который только-только начинает свой путь в мире татуажа. Вот, с учетом того, что ты три года работаешь, у тебя есть опыт, ты стал амбассадором, ты достаточно успешный мастер. Три совета, если бы человек только-только прошел обучение, вот, как ему быстро получить навык, как ему быстро вырасти? Ну, в первую очередь, мне кажется, нужно выбрать, конечно, школу, да, в которой ты учишься, потому что все-таки это фундамент и уверенность. Второе, обязательно тренироваться на латексе, отрабатывать свой штрих, потому что от качества штриха зависит качество заживления. Мало того, что, да, клиент там должен ухаживать, это все понятно, но и то, как мы прокрашиваем, от этого зависит успех, приживаемость пигмента. Ну, а третье, конечно, все-таки посещать мастер-классы. Можно очные, либо онлайн. То есть, тут уже по ситуации. Окей, три совета. Это выбрать школу правильно. Второй совет – это работать на латексе, тренироваться дополнительно. И третий совет – это посещать мастер-классы или смотреть онлайн на YouTube. Окей, давай их раскроем. Какие критерии к выбору школы, какие, ну, да вот, три важных параметра для выбора школы ты посоветуешь? Вот, что критически важно? Критически важно количество моделей, наверное, все-таки. Сколько это, вот, сколько моделей должно быть норм, вот так, чтобы окей, школа прошла? Ну, я думаю, три модели, как минимум, мне кажется, наверное. Ну, может быть, это лишнее? Ну, две точно. Две, там, например, на брови, на глаза, на губы. Ну, это прям минимум, мне кажется. Если больше, то вообще круто. Девять моделей. Девять на каждую зону или в общее? Девять моделей на каждую зону. Ну, это вообще просто шикарно. Ну, а насколько это оправдано? Потому что это будет стоить, там, условно, в два раза дороже или в три раза дороже. То есть, где эта золотая середина? Сколько моделей для базы является ок? Ну, тут, наверное, зависит еще и от ученика, который приходит. Если он, например, абсолютно из, скажем так, не владеет навыками рисования, да, не то, что уж там художник, понятное дело. То есть, художникам легче в этой профессии, мне кажется, так. Либо человеку, который имеет навык рисования, опять же, повторюсь. Наверное, ему не нужно будет, в принципе, рисовать долго, да, учиться. Самое главное здесь, опять же, прокрас, качество прокраса. Но качество прокраса мы можем улучшить и на латексе. Не обязательно так много тренироваться прямо вот на коже. Ну, конечно, опыт, он имеет значение тоже, да. Кожи разные, подход к каждой коже индивидуальный. Вот от скольки моделей, ты сказала, два? Ну, две это минимум, мне кажется, прям. А вот оптимум, оптимум? Ну, давайте буду отталкиваться от себя, потому что, опять же, говорю, указываю разные критерии. Ну, я думаю, что три-четыре. Это первое количество моделей. Что еще, на что еще обратить внимание? Количество, наверное, дней обучения, посвященном именно разбору, да, качеству. Давай ему материалы. То есть не просто, что нажми сюда, нажми туда, и как бы получишь это, да, а более детально рассказать, раскрыть. Там, например, строение кожи, как себя ведет пигмент со временем, может быть, там, состав пигментов. Зачем мастерам знать состав пигментов? Ну, например, если захочет удалять брови, да, тот же, например, вот я, например, начну свои удалять, чтобы я понимала, что может быть при воздействии лазерного луча и данного пигмента, чтобы не вывести там... А состав знать зачем? То есть это же никак не влияет. Состав не влияет. Ну, у тебя состав одинаковый, может быть, у двух пигментов, и один уходит через морковный цвет оранжевый, второй уходит нормально. Не надо. Да, мастеру обычно, в моем мнении, не надо знать состав пигментов. Нужно понимать технику удаления пигментов, нужно понимать, насколько они безопасны, насколько асептичные среди они упакованы, насколько они хранятся, потому что будет там двухвалентный и трехвалентный оксид железа, вот скажи, ты какой выберешь? Да, честно говоря... Да, а температура какая, Женя, должно быть железо, для того, чтобы ты вот определил, что это вот то, что надо. Понимаешь, да? То есть тебе состав не нужен, и ты даже прочтя состав, ты... Нет, это, наверное, для общего развития прикольно и интересно, но... На базе это... Да, когда на базе это абсолютно точно, как мне кажется, не нужно. Хотя это твое мнение, ты считаешь, что это нужно. Наверное, правильнее. Ну, хотя бы элементарные какие-то знания нужно же в этой области дать, чтобы человек понимал, с какими пигментами он работает. Окей. И третье, то есть ты на первое место ставишь количество моделей, на второе место это глубину погружения в теорию и разбор, и на третье место что у нас будет? На третье? На практике сам особый. Это одно и то же, да, получается, количество моделей и практики. То есть, смотри, я ставлю себя на место человека, который хочет обучиться. Что для меня было бы важно, наверное, это экспертность самого тренера. Сколько человек он подготовил, сколько он набил уже шишек, какого качества у него работы, насколько часто и хорошо он работает, какая обратная связь в социальных сетях от него, насколько комфортно мне с этим человеком будет работать, слушать его. Да, а ты вот ставишь на первое место количество моделей, на второе теоретическую отработку, на третье вообще даже не знаешь что. То есть для тебя ты выбирала школу, не обращала внимания на экспертность тренера? Выбирала. Мне интересно было, например, в тот момент, что это обучение индивидуальное, то есть как бы из каких параметров, да, я исходила, чтобы обучение было индивидуальное. Ты индивидуально училась, не в группе? Нет, не в группе. Вот, естественно, на тот момент прям, скажем так, большой популярности инстаграма не было еще, мне кажется, по крайней мере. Либо я просто не знала тех мастеров, да, которым бы, может быть, я пошла бы учиться на базу изначально к ним. Я к процедуре вернусь. То есть ты работаешь сейчас от нижней границы, вверх поднимаешь. Я вижу, что ты небольшую линию провела внизу, да? Ну да, слегка, чуть-чуть поплотнее. Тебе важно, чтобы она не осталась, чтобы был градиент от нее? По нижней границе я градиента не делаю. У меня чаще всего там более плотно лежит пигмент, но это не значит, что он там лежит графично. Я имею в виду, эта граница, она будет видна после того, как ты закончишь, нет? Нет. Нет, окей. То есть эта линия видна не будет нижняя. Хорошо, второе про школу мы сказали. Второе это, о чем мы там говорили? Три способа роста для мастера. Три способа роста. Ты сказал, первое, это выбрать правильную школу. Второе, это тренироваться на латексе. Скажи, пожалуйста, вот, например, я мастер, который продолжает уже работать. Как ты думаешь, сколько я латексных листов должен использовать в месяц для того, чтобы считать, что достаточно хорошо отрабатываю? Один, два, пять, десять, сто. Или, может быть, есть какие-то критерии, когда я понял, что я красавчик, и латекс можно выбрасывать? Ну, смотрите, опять же, так вот четко сказать, сколько листов нужно, ну, как бы такой вопрос, зависящий от способности, опять же, да, человека. Но это, наверное, скажем так, успех это 90% усердия, да? И, наверное, нужно тренироваться как можно больше. Ну, прям по количеству латексов, ну, хотя бы, по крайней мере, пару-тройку бровей желательно проштриховать. Особенно, если ты начинающий мастер, еще больше, значит. То есть, когда ты уже понял, руку набил, этого достаточно, а когда ты только начинаешь, там, мне кажется, ну... Ну, если даже в день там одну сторону хотя бы заштриховать, ну, где-то 15, я думаю. А ты на латексе формируешь брови, или ты на латексе формируешь какие-то... Изначально формировала штрих, старалась отработать штрих, потом брови. А штрих ты сама постигала или через ютубчик Лены? Ютубчик Лены, в первую очередь, после базы у меня был, потом мастер-класс был. По штриху? А, по штриху нет. Что касается штриха, именно вот у Лены смотрела мастер-класс, получается, видео, да, там? Да, видео будет по ссылке в описании, переходите, смотрите. Я полностью прошла этот курс, без тренера, просто сама. Ну и потом уже так, в течение работы, просто брови штриховать начала. Короче, такую... А как понять, что ты уже все, нормы, можно... Ты сейчас штрихуешь на латексе, или уже не штрихуешь? Периодически штрихую все равно. То есть, несмотря на то, что ты амбассадор, ты достаточно хороший мастер, ты все равно иногда штрихуешь? Проверяю, да, форму. Особенно если перерыв был, например, там, ну, не знаю, в отпуске я там была, либо там... в выходной даже был. Все равно как бы стараюсь поштриховать. То есть, ты постоянно держишь себя в тонусе, используя латекс? Ну, стараюсь, да. Здесь есть... У Лены есть гениальная идея абсолютно, как она считает. Сделать полноразмерную голову и к этой полноразмерной голове поставлять жидкости двухкомпонентные. Ты наносишь их на место, где ты будешь штриховать, и даешь пять минут, и у тебя получается искусственная кожа. Да, и ты, соответственно, отштриховав, понимаешь, что ложится намного лучше, чем латекс, там эффект тендаля, она полупрозрачная и прочее. Насколько это было бы интересно тебе? Мне кажется, было бы очень интересно и круто максимально так приблизить. Сейчас я буду по симметрии немножечко волоски убирать, и потом посажу, посмотрю еще. Напишите в комментариях, интересна ли вам эта идея. Если да, то мы обязательно этот продукт выпустим. Скажите, а голова же будет постоянно одна и та же форма? Нет, они разные. Мы сделаем разные формы. Там и детская голова, и мужская голова, и азиатская, и глазницы выпуклые, и впуклые, и разные. Губы разные. Глаза же тоже. Да, там будет 5-6 основных типажей. Используя которые, мастер сможет уже очень классно прокачиваться. Ну, насколько я... Я думал, что ты вообще не работаешь на латекси. Думаю, зачем есть кожа? Нет. Ну, это не прям вот у меня стабильно, правило, каждый день четко, но все-таки... Давай к процедуре вернемся. А что ты сейчас делаешь? Да, я сейчас просто коррекцию делаю волосков, убираю то, что лишнее, уберу, потом посажу клиенты, и еще раз проверю по симметрии. Удалять больнее, да? Угу. Ну, немножечко потерпите сейчас, тут чуть-чуть мне нужно убрать. Такое ощущение, что что-то там ковыряют прям. Клиент совершает очень правильный поступок и не выщипывает брови. Да, это просто идеальная картина. Просто у клиента маленький ребенок, ему некогда. Это супер, вам спасло ваши брови. Потому что мастер все-таки сделает это качественнее. Ну, и плюс у нас уже есть форма, и мы видим, что лишнее, да. Что уже нужно оставить. Кстати, знаешь, какая идея? Смотрю, ты выщипываешь брови, это означает, что, скорее всего, они вырастут вновь через какое-то время, правильно? Конечно. А что, если обратиться к услугам лазерной депиляции, и вот те бровки, которые выходят, да, выходят за границу перманентного макияжа, уже после того, как ты понял, что процедура тебя устраивает, форма тебя устраивает, убрать вот хотя бы внизу, вверху, я так понимаю, что, наверное, не стоит. Наверху не стоит, да, потому что тут, в принципе, вот такое, нужен. Насколько это нужно делать или нет? Насколько это напряжено клиенту. Если он как бы занятый, да, там постоянно нужно следить за этим, то, конечно, ему было бы круто, все сделал и свободен, да. Ну, плюс еще зависит от того, насколько форма действительно удачная, красивая, и плюс веяние моды всегда меняется, если человек как бы готов носить одну и ту же форму, то, в принципе, да, пожалуйста, делайте. У меня мода действительно очень сильно меняется, буквально сколько там, 15 лет назад еще тонкий, сейчас широченный, поэтому, мне кажется, не стоит. Вопрос тогда, смотри, по латексу мы решили, я удивлен, что мастера так пользуются латексом активно. Ну, особенно вот зону глаз я стараюсь отрабатывать. И третий путь к успеху, третий шаг на пути к успеху, ты назвала мастер-классы, в том числе онлайн-мастер-классы. Какие форматы мастер-классов ты посещала, или какие ты считаешь наиболее эффективными? А, это индивидуальные или групповые, с отработкой, без отработки. Может быть, кто-то из мастеров, которого ты посещал, который повлиял на твою работу, ты можешь его сейчас абсолютно точно порекомендовать. Мы это будем только приветствовать. Ну, смотрите, по губам я ездила на очный мастер-класс, и это был индивидуальный мастер-класс. Ездила я к Лене Ждановой, мне очень ее понравилось. Этот человек меня реально зарядил на качественную работу, то есть повысило качество моих работ после ее мастер-класса. То есть сам человек по себе такой расположил к себе. Интересно достаточно рассказала подробно. По бровям у меня был мастер-класс у Даши Шекшаевой. Был небольшой, небольшая группа была, у нас было двое. Тоже формат меня вполне устроил. Слишком большие мастер-классы я не рассматриваю. Может быть, если уже, в принципе, как вариант, если ты прошел онлайн мастер-класс, да, и тебе чего-то не хватает, ты к этому же мастеру можешь пойти на групповой мастер-класс. А ты проходила онлайн мастер-классы? Я какие-то делала, то есть, точнее, я училась и по онлайну, а потом все равно еще индивидуально, либо в мини-группах. Скажи, пожалуйста, на мастер-классе, мастер, какие основные вещи исправляет тренер? Я сейчас предположу, а ты скажи, так это или нет. Первое – это постановка рук, второе – это нажим, и третье – это ошибки, связанные с вылетой иглы, какие-то, может быть, скорость и так далее. Или какие-то были моменты, которые действительно раз и щелк, и поменяли твою работу? Вот что конкретно после мастер-класса оказывает на тебя влияние? Какую сферу мастер, к которому ты приезжаешь, меняет он? Вот в твоем случае. Для меня было важнее узнать, правильно ли у меня штрих, потому что, в принципе, рука поставлена, но качество штриха я не понимала. То есть мне нужно было именно вот это движение, особенно маятниковое движение. Мне как бы помогло, улучшило моё качество работы. То есть тебе поставили штрих? Я думаю, да. Но, естественно, потом ещё отработки дополнительно. То есть ты понял, как делать, и это не значит, что ты должен бросить, и всё. То есть латекс, опять латекс. Отрабатываешь, запоминаешь это движение. А чем онлайн, по факту, отличается от оффлайн? Отличного. Вот сейчас стояли бы здесь зрители, они бы не через камеру смотрели, а стояли бы прямо здесь. В чём разница? Ты можешь сказать? Ну, смотрите, если это индивидуальный мастер-класс, то, конечно, всё-таки я бы предпочла онлайн. Ой, то есть оффлайн. То есть именно вот чтобы человек видел, что я делаю, и он мне прокомментировал. Потому что мне именно важно самой поработать, и чтобы на меня со стороны посмотрели, что я делаю так, что не так. Короче, нужно, чтобы был тренер, который указал на твои ошибки. Если будет стоять так же камера, и на той стороне будет онлайн человек, который говорит... А, ну, может быть, поняла. Насколько это рабочая история, как ты думаешь? Ну, мне кажется, рабочая всё-таки лучше, чем просто чисто онлайн. Потому что видно же, как человек красит, и мастер видит, сразу обратную связь получает. Ну, наверное, нет возможности прям поставить руку, это сюда, это дави, прям вот распределить. Ну, объяснять, скорее всего, просто сложнее, чуть дольше, может быть. А так-то всё равно же видно. Ну да, нажим твой не прочувствует. Но, в принципе, нажим-то особо... Я бы не сказала, что прям чувствуется. Твой нажим будет меняться ещё в зависимости от равномерности штриха. Как бы руку успокоил, да, и нажим сам собой как бы начинает так более равномерно. Всем онлайн-школам на заметку берите обязательно кураторство такого формата. Интересно, насколько оно будет востребованным. Прямо мне любопытно. При оффлайн-мастер-классах, мне кажется, ещё важна такая обмен энергиями. Когда ты смотришь на более успешного человека, более прокачанного в этой технике, ты понимаешь, что... Ну и плюс, когда ты вживую с человеком общаешься, как-то заряжаешься от него. Что касается фотографирования работы. У нас огромное количество заявок мы получаем от людей, которые хотят быть нашими амбассадорами. Ну вот из, наверное, ста заявок одобряется одна. Чтобы ты поняла, вот процент. При этом очень часто мы людям пишем самостоятельно, говорим, что не хотите быть нашим амбассадором, потому что у вас прекрасная работа. Сейчас я буду проверять симметрию прокрашенных бровей. Использую обычную нить, портную, ну, либо там швейдж. Ты каждый раз новую используешь? Обязательно, конечно, новую, индивидуальную, для клиента, именно для этого. На нити у меня нанесена бровная паста. Я ее слегка вот так вот размазываю, чтобы линии были более четкие, ровные, нежирные. И все. Так, выравниваю клиента. Прошу посмотреть мне в центр переносица. Сейчас вижу, что чуть-чуть еще здесь надо будет добавлять. Как ты тренируешь глазомер? Глазомер уже просто со временем натренировала. Изначально использовала линейки, рисовала эскиз карандашов. А потом уже постепенно перешла. Даже не то, чтобы постепенно, просто для себя приняла решение, что нужно тренировать глазомер. И все, я начала рисовать. Проверяла себя по фото. То есть, отрисую эскиз, сделаю фото, проверю. Опять же, глазомер тренируется, когда брови рисуешь на латексе. Одинаково. Не просто одну бровь нарисовать, отработать обе брови. Скажи, пожалуйста, почему до сих пор ты не освоила волоски? В чем сложность? Сложности? Наверное, нет сложности. Просто сейчас я как бы изначально, я очень быстро считаю для себя, я начала делать растушевку на веках, и я до сих пор еще вот, скажем так, в этом копаюсь. То есть, для меня важно, чтобы был результат хороший. Изначально не просто, ну, как бы, абы-кабы начать сделать, да. А для меня важно качество, опять же. Ты тренируешь волоски на латексе? Нет, не делаю. А почему даже не начала? Ведь волоски, это всегда х-полтора, может быть, по прибыли мастера. Это самая востребованная процедура. Ну и самая сложная. Ну и самая сложная, да, бесспорно. Слушайте, наверное, потому что хочу разобраться в этих зонах больше. Губы, брови, глаза. И как бы потом уже вникать в другое, в другую технику. Сейчас уже, да, наверное, просто были какие-то такие моменты, что уже понимала, что надо разбираться, тренироваться, изучать эту тему. То есть, ты не чувствуешь достаточно уверенность в существующих техниках в своих растушевке для того, чтобы переходить к волоскам. Правильно я понял? Ну, сейчас уже как бы все равно спокойнее, увереннее стало работать. И поэтому, я же говорю, уже задумываюсь, что, скорее всего, в ближайшее время я освою эту технику. Уже готова. И морально, и физически. Как ты будешь осваивать, подскажи, пожалуйста, путь в путь? Вот ты же видишь какую-то дорожную карту, что я сделаю сначала это, потом это, давай, делись с нами. Но у меня есть же еще курс, который, и точнее, он сейчас всем в доступе у Лены. Был же курс волоски? Обязательно начну с него, посмотрю. В принципе, движение, как нарисовать волосок, я уже примерно для себя понимаю, да? Вот. И, отталкиваясь от этого, буду дальше думать, что нужен ли мне индивидуальный мастер-класс, либо... Кому пойдешь на индивидуальный мастер-класс? По волоскам? Не смотрела еще. Ну, естественно, выберу уже, как бы более, скажем так, подойду к этому вопросу. За кем из мастеров следишь? Даши Шекшаева, в первую очередь. Мой любимый тренер. И, в принципе, я у нее училась на брови. Потом еще нравится... Анна Васильева. Я первый раз слышу этих людей. Это супер. Мы изучим обязательно, кто они. Это молодые девчонки, да? А вот такие, кто имеет в медийном пространстве большой вес, ты на кого-то подпишешь? Ну, Лену я уже просто не называю, потому что это априори у меня уже. Ну, то есть, как бы, это моя база. И, естественно, Лену смотрю. Ну, смотрела, и когда у нее были прямые эфиры, очень почти каждый прямой эфир, я выходила, смотрела, старалась не пропустить. Просто вопрос был за работающими мастерами, я так поняла. Как бы, именно вот уже сейчас, да? Ты планируешь обучать? Да, планирую. С базы начнешь или на мастер-классы тоже будешь принимать людей? Я думаю, что мастер-классы, наверное. Может быть, базу, но базу, скажем так, чтобы дать, опять же, качество, да, нужно прям вот проработать все, чтобы человек от меня ушел, там, он, ну, он начал работать, не бросил там это все дело, чтобы ему стало, по крайней мере, понятно, куда он вошел, да? Потому что с мастер-классами, мне кажется, уже, в принципе, человек многое знает. Ну, по крайней мере, может быть, опять я по себе сужу. Когда я ходила на мастер-класс, я посмотрела много онлайн-уроков, то есть какие-то элементарные вопросы я уже не задавала. Сколько будет стоить твой мастер-класс? Ну, в районе, может быть, 30-35. С отработкой или без? Отработкой обязательно. Сейчас ты добавляешь насыщенности всем бровям или где-то в места закрашиваешь? Да, какие-то места, если мне вот по симметрии что-то не понравилось, да, я их более детально прокрашиваю и плюс еще чуть-чуть по нижней границе еще яркости добавляю. В конце процедуры наношу гель на брови для укладки Vivienne Sabo одноразовая щёточка обязательно. Сколько стоит одноразовая щёточка? Ну, прям поштучно я их не считала, а так пачком рублей может быть. 100-150. Бровь и вторую. По поводу фото, да? Стараюсь сделать, ловить свет, чтобы он был тёплым на фото. Примерно такой ракурс. Смотрим вверх чуть-чуть, чуть ниже. Вот. Ну, то есть я уже примерно для себя какие-то ракурсы наметила, привыкла к которым. Только стараюсь их снять, чтобы искажений не было самое главное в работе. То есть её мало, опять же, красиво сделать, ещё красиво фотографировать. На видео можно заснять тоже. И также дополнительно ещё и макролинзу использую. Тоже красивые фотографии с ней получаются. Глаз примерно в центре, в сетке. Красиво, когда один глаз в кадре, и второй тоже попадает. Мы завершили мастер-класс. Делали пудровое напыление, ну, либо растушёвка. Цель у нас была сделать более симметричными. Эта бровь у нас была более приподнятая, эта более ниже. Получается, мы эту бровь сверху чуть-чуть нарастили. Эту, в принципе, я почти не трогала, немножечко только скорректировала волоски, удалила их. Я думаю, что мы с задачей справились. По цвету, по симметрии не нравится. По уходу, значит, даю мазь. Нужно будет наносить по контуру бровей на ночь, чтобы слегка увлажнялись корочки. Какого-то там заживления, быстрого эффекта она не даёт. Чисто улучшает просто ощущение клиента, более комфортно клиенту. Кожа не стягивает, сухости меньше. Это в том случае, если стягивает и сушит. Если нет такого, то вы можете ей не пользоваться. Бежите. Если у вас есть вопросы или появятся вопросы после просмотра этого мастер-класса, обязательно оставляйте свои комментарии, задавайте, не бойтесь, на все отвечу. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok